здравствуйте дорогие мои хочу показать вам рецепт очень простых кружев с помощью простого продукта желфикс он продается во всех супермаркетах здесь нужен сахар совсем чуть-чуть вода и краситель если вы хотите сделать кружева не белый а другого цвета все равно добавляем сначала белый а потом добавляем уже любой выбранный вами цвет я в чашку наливаю 12 чайных ложек воды пол чайной ложки ложечку сахара потому что желфикс очень кислый и добавляю сюда 2 чайные ложки с горкой смеси желфикс доктор от кир размешиваем тщательно если будут комочки и густо можете еще пол чайной ложки воды добавить нам важно чтобы все очень хорошо размешалось тут же добавляем краситель белый и отправляем микроволновку пульсирующими движениями по 10 секунд я растапливаю желфикс в воде очень важно тщательно размешать чтобы не было никаких комочков получилось у меня вот такая масса на самом деле она была менее густая но пока я не слою до стола она чуть-чуть остыла зачем хороший желфикс он послушный даже когда начинает остывать я аккуратно его распределяю по поверхности кружева потому что мне нужно заполнить все изгибы весь рисунок тщательно и после этого мы оставим его сушить я выбрала два вида молдов которые у меня есть в наличии покажу вам на обоих как делать это кружевом этой порции хватает ровно на один молд у меня есть еще один вот такой красивый я буду распределять ее по поверхности равномерно смесь более жидкая более теплая она послушная поэтому с помощью шпателя специального я аккуратно распределяю заполняя все фрагменты узора этот состав на основе желфикс мне нравится тем что даже при застывании он остается послушным и легко распределяется до конца то есть можно спокойно не равномерно аккуратно распределить эту смесь по поверхности молота эти кружева я подсушила в духовке можно оставить на ночь и к утру они будут готовы но мне хотелось побыстрее посмотреть и увидеть точнее результат поэтому в духовке при 40 60 градусов при открытой дверце на конвекции буквально за полчаса они уже высохли и вот такие замечательные кружева белоснежные потому что мы добавили белый краситель моем уроке про кружева на основе продукта топ продукт они получились винтажные желтоватые но там не было белого красителя а здесь я добавила белый краситель а если добавить любой другой цвет то можно получить кружева самых разных оттенков посмотрите как она легко отскакивает отходит от силиконового молда конечно вот эти кружева не сложнее потому что очень много свободных фрагментов которые могут порваться выбирайте все-таки молды с более плотным рисунком равномерным потому что тогда проще пользоваться и легче но это кружево мне тоже нравится надеюсь она мне пригодится для декорирования что мне особенно понравилось с обратной стороны точнее с внутренней стороны прорисовался весь мелкий рисунок обратите внимание внешняя сторона с которой мы распределяли гладко а внутренняя сторона все мельчайшие подробности как будто бы эти кружева действительно связаны крючком